Добрый день, дорогие друзья! У нас пасмурно, утро, у меня солнечная кружечка кофе Я решил с вами поговорить на одну интересную тему Сегодня случайно в соцсетях наткнулся на разговор, где люди обсуждают А что нам делать, как нам жить без Бога, ожидая Его Второго Пришествия И, почитав ленту, я очень удивился Оказывается, действительно, очень многие считают, что Христос, когда Он вознесся и ушел от Своих учеников То мы остались без Бога Мы остались без Бога И идет такое рассуждение, как мы в ожидании Его Вот должны это сделать, это сделать, как значит это Но все рассуждение все равно основывается на том, что Бога здесь нет Здесь сейчас дьявол остается и, возможно, Он и существует здесь А Бога нет Меня это очень поразило и очень удивило И я всех отсылаю к святителю Афанасию Великому Который прекрасно нам рассказал Почему Бог воплотился Почему Он жил эту жизнь с нами Почему ушел И почему остался Даже один апостол говорит Бог ушел на небеса для того, чтобы мы нашли Его в сердце Весь вопрос тогда получается в том, что мы не совсем знаем Бога нашего И не совсем понимаем, что Он из себя представляет Раз таким образом рассуждаем И это, я смотрю, незнание и рассуждение в какой-то степени упирается в Вот у нас в свое время это называлось Жида-христианство Или жидовской ересью А сейчас в новых церквах это достаточно распространено Где Христос, Он как человек, получивший Бога Как вот Мессия существующий И если Его нет, то значит и Бога здесь нет Давайте вспомним наше понимание того, как мы Бога с вами знаем Верую во единую Троицу Пресвятую Троицу И так далее И в ней совершенно четко в нашем символе веры Выражено В какого же Бога мы верим И мы с вами, во-первых, верим в Троицу Во-вторых, мы с вами верим в то, что воплотился Бог Слова Прежде было Слово И Слово было в Боге И Слово было Бог Так начинается Евангелие от Иоанна И Христос – это воплощение Бога Слова Во человечение То есть Он таким образом пришел в мир Для того, чтобы Его спасти от смерти Афанасий Великий как раз опять об этом описывает Что мир был на грани смерти И Бог не мог две свои заповеди Что если грешите, смертью умрете И заповедью своей любви Не мог их никак нарушить Так можно сказать И Он Сына Своего послал для того, чтобы искупить нас Смертью Его Смертью тела Сына Своего Так можно сказать И поэтому Христос – это воплощение Бога Слова Но Это воплощение не значило, что Весь Бог находится в Христе То есть Бог, конечно, каждой своей частью Малой частью Он всегда полноценно во всем В чем находится И в Христе был полноценен Весь Бог Но в то же время Бог был и Везде Где Его Где Ему нужно быть Так можем сказать Во всей твари, которой Он пришел Которой Он дал жизнь И жизнь – это Бог И это жизнь И мы с вами Видим, как убивающие На кресте Христа Люди Они при этом тоже с Богом Даже те же самые иудеи Они жизнью А жизнь только от Бога Они с Богом Бог в них находится Другое дело Другое дело, что иудеи не знают Бога своего Они путают Иногда Путают бесов с Богами Бесов называют Богами Потому что они что-то Они не узнали в Христе Бога Ну, не все, конечно Многие мы знаем, что узнали И пошли за Христом И мы видим Как это все распространялось Но то, что Бог Находится В это же время И на кресте И в тех, кто Его распинает И в тех, кто Его любит Это однозначно Опять Афанасий Великий Это доказывает И все святые Многие доказывают это И поэтому Когда мы считаем, что Бог взошел И Христос взошел Он Вознесение Христово Совершилось И его больше здесь нет Мы просто Не знаем своей религии Не знаем своего Бога Потому что Бог Троица Как был, так он остается Всегда здесь И Бог Слова Остается всегда здесь То есть Взошла Можно сказать Такое вот Воплощение Или, как сейчас называют Аватар Который был создан Для смены Человеческого Направления Его жизни Христос Взошел И он действительно Придет Он придет К нам С Силою И славой Для того Чтобы судить Этот мир То есть Он придет Еще Еще раз Чтобы действительно Нам все выполнить Что полагается Но сейчас Этот же Бог Бог Слова Он Словом С нами То есть Бог Отец Бог Дух Святой Бог Слова Они здесь И они присутствуют В каждом из нас Тем более Тех, кто хочет Тех, кто хочет Но принимая Христианство Мы принимаем Образ Того Воплощения Бога Слова В Христе Господе Нашем Иисусе Христе И принимаем Его Не только Словом Изучая Вот Евангелие Изучая Значит Все Высказывания Святых Предания Свои И так далее Но изучаем Но и принимаем Примером Примером Своим Потому что Он для того и воплотился В теле В человеческом Чтобы Примером своим Показать Как нам с вами жить И поэтому Церковь наша Это прямой Воплощение Бога Слова То есть Бог сам решает Как ее построить Где она Значит Осуществляется Бог Направляет Туда Носителей Своих Потому что Праведники Это носители Бога Слова И они Распространяют Бога Слова Через Слово Через Пример Через Дело А у нас Мы знаем С вами Что И Пример Деятельности Это тоже Слово То есть Вот Он своим Примером Рассказывал Нам Как жить Вот Это Это та же Самая Форма Воплощения Поэтому Мне и странно Что люди Вот так Рассуждают А еще более Странно Что люди Часто живут Так Как будто Бога нет Рядом с ними Ну Нету Христа Я в церковь Не хожу Я живу В доме Туда пойду Там конечно Надо жить Благочестиво Там надо Причащаться Свички ставить Там И все остальное А вышел Из церкви Ну и все И Бога Нет И я здесь Что хочу Я матом Ругаюсь Курю Там значит Со всеми Ругаюсь Это как А живешь Ты почему Разве не Бог Твою жизнь Осуществляет Разве Не Его Воплощение В тебе Дает Всю эту Жизнь Разве Не Его Воплощение Является Твоим Разумом Безбожный Человек Он безумен Он не существует Как разумное Существо Именно Божественный Разум В нас Является Разумом Человеческим И чем больше Воплощается В каком-то Человеке Тем больше Этот человек Разумен Абсолютно Однозначно Вот лично Для меня Что Открытие Делающиеся Учеными Это все Разум Божественный Открывающийся Постепенно В человеке Вот Все Литературные Художественные Искусства И Это тоже Все Воплощение Бога Через Человека И когда Человек Понимает Что Бог В нем И он Понимает Что Бог Вокруг Он Понимает Что во всех Окружающих Бог В той Или иной Степени То он Понимает Как Жить Как Жить И Самое Главное Для меня Радость Что За тех Кто Понимает Что Такое Господь Наш Иисус Христос То есть Вот Абсолютно Однозначно Не знающие Христа Не исповедующие Даже Христа Они Даже Бога Своего Предают И не Понимают Потому Что Если Вы Хорошенечко Понимаете Что Такое Христос То Вы Понимаете Что Все Предыдущие Религии Все Религии Существующие Где-то Это Всего Лишь Намек О том Что Есть Христос Это Всего Лишь Такая Небольшая Путь К Христу И Если Вы Из Любой Религии Переходите В Христианство В Истинное Христианство Для Меня Это Только Православие Какое Нет Вы Сейчас Можете Сказать Что Конечно Какое Православие Ты В РПЦ РПЦ Такая Вот Там Половина Бесок Половина Это Да Да Сейчас Вот Недавно Слышал Ответ Профессор Осипова На вопрос Священника Который Говорит А не ожидает Ли нас То же самое Что Не может ли Быть с нами То же самое Что произошло После 17 Года С церкви Со священством Потому 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 что Мы Уже Все Бездуховные Даже Мы Клирики Спрашивает Священник Осипова А Осипов Говорит Не Только Может Быть А Будет Обязательно Потому что При том Падении Церкви И ее Нравственности И при том Количестве Бездуховных Лиц В церкви Которые Сейчас Там Есть Это Должно Случиться По Мнению Профессор Осипова Ну то есть Опять Церковь Будет Разрушена В том Виде И Священство Разогнанное А кто-то Может быть И Ну надеюсь Что этого Не случится Я всегда Слышу Когда О катастрофах Я всегда Применяю Только одно Молюсь Чтобы они Не случались И Значит Однажды Я приехал К одному Старцу Который До этого Несколько Лет Мне Все Время Рассказывал О том Что Вот Все Вот Вот С Сегодняшнего Дня Чуть ли Не Начинается Будут Потоки Крови По коленам И все Остальное А я Уезжал Улыбаясь Потом Возвращался И опять Слышал От него Это Ну так Лет Через Шесть Или Семь Нашего Такого Общения Он Начал Мне Вроде Это Рассказывать Потом Улыбается Говорит Да Тебе Все равно Ты Все равно Молиться Будешь А я ему Говорю Валюшка Ты каждый раз Рассказываешь Я помолюсь И ничего Не случается Посмеялись Вместе Поэтому Друзья мои Вот Эти Апокалиптические Сейчас Воззрение Мышление И настроение Они Абсолютно Напрасны Для верующих То есть Верующим Все равно Как Что там Происходит Потому что У них Бог Всегда Здесь Он С ними Он Им И то Что вокруг Происходит Происходит По воле Его Или По отступлению От Него По отступлению От Него Кто Отступил От Него Ну Ждите Что будет Что-то Не так Кто С ним Тоже Ждите Что что-то Будет Вам Не сильно Хорошее Потому что Христианство Это крест Те Кто Взошел На крест Не могут Думать О том Что Там Можно Без Боли Без Оскорблений Без Плеваний В тебя Прожить Это Нереально Мы Вчера С Коровиным Есть Такой Деятель Обсуждали Хорошую Я его Люблю Обсуждали Его новую Статью О том Что такое Сакральность И Как ее Новый Правитель Должен Принять Ну Так Пообсуждали Хорошо Но Я ему Пишу Что Сейчас Не больно Кто готов Исправить Или на Сакральность Потому что Принять На себя Сакральность Это значит Принять На себя Крест Это Это Обязательно Самопожертвование Самопожертвование До Гибели До Возможной Гибели И я Считаю Я ему Так и Написал Что Наверное На мой Взгляд Вот последний Кто понял Себя Как Сакральная Личность Это был Святой Царь Николай Второй То есть Он Понял Что Его жертва И Возможная Жертва Всей Семьей Она Действительно Единственное Спасение Которое Может Быть Для этого Мира Точно Так же Как Христос На крест Вошел И если Вы Афанасия Великого Почитаете Почему Христос Вошел На крест Вы поймете И Николая Второго И поймете Всех Кто сейчас Жертвует Собой Ради того Чтобы Христианство Действительно Сохранилось В том Виде Каком Оно Было Преподано Нам Христом Поэтому Друзья Не унывайте Бог с нами Бог в сердце У каждого Кто Любит Его Кто Верит В Него Кто Желает С Ним Быть Каждому Поверь Дано Сколько У тебя Веры Столько В тебе И Бог Бог Вокруг Вся Жизнь Вся Природа Это Все Бог Бог Даже В солнце Опять Афанасий Великий Говорит Что Бог Создал Солнце Для того Чтобы Оно Светило Нам И очищало Нас И очищало Нас Можете Посмотреть В голове И Те Кто Осуждает Меня Что Я что-то Там Лишнее Говорю Про Солнце Ну Читайте Афанасий Великого Всех Святых Наших Отцов Спасибо За внимание Дайте Я допью Кофе А вы Задумайтесь На том Сколько В вас Бога Как Вы В нем Живете И Действительно Что такое Бог Слова Вот Вы Осознайте Что мы Христиане Но мы Служим Богу Слова Он Хозяин Человечества Так можно Сказать Отец Сыну Своему Богу Слово Передал Человечество И поэтому Мы все Его сыны И мы все Его служащие Если хотите Спасибо За внимание Всем Приятного Дня Аминь Субтитры 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 Галина